Бисероплетение, валяние, лепка, батик. Это лишь малая часть техник, которые освоили юные люберецкие умельцы. Их декоративные работы стали экспонатами выставки конкурса «Возрождение 2019». Она начала работу в музейно-выставочном комплексе. Хендмейд произведение уже рассмотрела Дарья Борисова. На первый взгляд замысловатые головные уборы на самом деле удивительные прически. Воспитанники Центра социально-трудовой адаптации и профориентации блеснули на выставке своими постежерными работами. Каждый завиток здесь выполнен вручную из искусственных волос. Работа ювелирная. Это уникальные работы. Все выполнены в единичном количестве, естественно. Повтора такого нет. Да, абсолютно. То есть здесь ни сетки нет, никакой ткани, никаких лент, ничего. Здесь только волосы. Волосы, ткани, нитки или, к примеру, бумага. Как и из чего творить, каждый участник выставки конкурса «Возрождение» волен выбирать сам. В жесткие рамки мастеров не загоняют. Есть место для полета фантазии и самовыражения. Так юному умельцу Михаилу Матвиенко по душе работать с глиной. Свою работу он украсил мезинской росписью. Вместе с Михаилом на конкурс своей работы представили более 500 учащихся образовательных учреждений округа. Выставка «Возрождение» проходит на Люберецкой земле более 10 лет. Хотя на дворе век цифровых технологий, декоративно-прикладное творчество остается популярным хобби молодежи. Декоративно-прикладное творчество, оно проходит у каждого человека и на всю жизнь остается. То есть то, чего он научился в юном возрасте, все равно когда-то ему пригодится в жизни. Для кого-то это будет определяющим при выборе профессии. Рассмотреть хендмейд люберецких мастерят можно до 4 апреля. В этот день назовут имена победителей выставки конкурса. Тогда же состоится церемония ее закрытия.